Ивар, Вы работали в Министерстве внутренних дел, и Вы прекрасно знаете, как принимаются законы в Эстонии. Расскажите, пожалуйста, об этом механизме, потому что часто говорят о том, что в Эстонии законы принимаются ради законов, и дело производства происходит ради дела производства. Вы согласны с этим? Ну, как сказать, бюрократия, она всегда воспроизводит бюрократию. Это, конечно, во всем мире, в этом смысле, Эстония не исключение. Но, опять-таки, вопрос тех же самых целей, чего мы хотим добиться. Задавал я вопрос когда-то спикеру парламента Энерго, например, почему у нас 101 депутат. Я предложил, что мадам Эрго, давайте сократим до 30, государство маленькое, люди все время недовольны, что должны кормить дармоедов, и так далее, и так далее. Ну, здесь уже она начала говорить, что работы много, не справляемся, комиссии, заседаем в предприятиях, и так далее. И вот это как раз такой философский вопрос, а сколько правильно для Эстонии, там 30, может 15, может 200 надо, еще увеличить состав. И поэтому как-то вопросы государственного управления, они завязаны не только на финансы или на политику, они завязаны на более глубинные философские вопросы. Что касается законодательства и законов, которые принимаются в Эстонии, ну, такого государства, где все идеально, конечно, нет. Потому что всегда возможность еще улучшить, возможность оптимизировать. Сейчас в Эстонии довольно много сфер, которые регулируются европейским законодательством. То есть здесь мы только свои законы подправляем, либо уже вообще что-то упрощаем и вносим еврорегуляции. В этом смысле эта сфера действий, конечно, более ограничена. Но бывали курьезные случаи, когда действительно там закон делался, писался ради закона, после того, когда он принимался, сразу он исправлялся. Ну, да, здесь можно сказать, это нечеловеческий фактор или какой-то там шкурный интерес. То есть зачастую законы, конечно, они дырявые. В этом смысле про качество я тут не могу сказать, что в Эстонии все идеально. Законы бывают даже очень дырявые. Вот если мы послушаем, как используют, ну, даже тот же самый водитель автобуса, там, заработал на налоги с оборота миллионы, да, прокручивая там билеты. Все, у нас есть термин, даже про эту дырявость законов, йог, юридически все корректно. Но если уж возник термин, значит, законами не все в порядке. Ну, как сказать, шумим, как говорится, работаем. Но почему чиновники заинтересованы вот в воспроизводстве законов, ради законов, они за это получают какое-то вознаграждение, да, дополнительное? Ну, зачастую, да, чиновники, так сказать, за дополнительные обязанности, за там какие-то разработку законопроектов, написание вот этих самых объяснительных томов. Потому что, ну, каждый закон, он не просто пишется, что давайте примем закон, там, и сформулируем вот так-то. Там обычно идет все-таки документ, который объясняет, для чего этот закон надо. Там может объясняться буквально, ну, каждый пункт, если потребуется. То, естественно, чиновник получает, да, за это определенную доплату, потому что это как бы сверх его рабочих обязанностей, обычных рабочих обязанностей, если это уже такая серьезная работа. То есть это бизнес внутри такой чиновничьей структуры, да? Ну, трудно сказать сейчас, это бизнес большой или нет, но доплата есть, как и, в принципе, во всех организациях. Если вы выполняете там какие-то, делаете сверхурочные часы, выполняете дополнительную работу, еще что-то делаете, что не входит в ваши каждодневные обязанности, конечно, за это доплачивают. Это также и бизнес структуры. В этом смысле, ну, чиновник сам, как таковое, если он, там, скажем, специалист в министерстве, он как бы не может там выписать себе зарплату, я сделаю, напишу такой закон, потом его приму, но это все-таки идет через очень длинную цепочку согласований, и в конце концов парламент, президент у нас должен был на подписание совершенно ненужных законов. Естественно, приниматься они не будут. Ну, конечно, денежная мотивация, это дополнительная мотивация, чтобы чиновник поделал эту работу. Это ясно. Вы вот называете депутатов Риги-Когу доярками. Доярками? Да нет, это просто было... Это ни в коем случае не обобщение, что я имею в виду. Иногда, вот действительно, в Риги-Когу там нету такого требования к образованию, скажем так. Оно может быть непрофильное, да. Ну, раньше тоже в Советском Союзе избрались там доярки, рабочие, трудящиеся, колхозницы. Ну, идея в чем? Идея собрать как бы срез общества, чтобы все интересы были представлены. Это можно делать через другую систему, не обязательно через представление среза общества в парламенте. Потому что навыки, которые нужны на самом деле в парламенте, вот та же самая доярка там пошла в парламент, да, она прочитала этот закон, юридический текст, введен какой-то новый налог. Она, во-первых, в налогообложении, не в зуб ногой, да, во-вторых, этот юридический текст, она тоже только поняла название закона и место подписи. А остальное это самый длинный челес. И в этом смысле, конечно, нужны определенные компетенции управленческие. Ну, экономическое образование вообще, считаю, нынче никому не помешает. Надо знать как-то юриспруденцию. Кое-как надо понимать, как устроено государство. Потому что, ну, скажем, у нас был тут даже случай, там, хозяина козьей фермы, министры по сельскому хозяйству. Ну, это в этом смысле, конечно, логично, что и тут сельское хозяйство, и там сельское хозяйство. Но у нас, правда, есть министр универсала, сегодня министр образования, завтра министр обороны, тогда еще какой-то министр. Вот министр финансов у нас на всех постах уже почти скоро побудет сначала министр финансов, потом тоже министр образования, потом еще куда-то. Но это политические должности. Там понятно, что компетенция уже другая. Как договариваться, как политические деятели, в принципе. Но если мы говорим все-таки о людях, которые принимают законы, какая-то грамотность нужна. И вот, возвращаясь к этой ферме, ну, там, в принципе, экосистема, ну, это упрощенно, естественно, простая. Сено-коза-молоко, сено-коза-молоко, сено-коза-молоко. И мы вот по этой схеме идем из года в год. Теперь государство, управлять государственным сельским хозяйством, это немного более комплексная система. Даже, я бы сказал, намного более комплексная система, потому что, если ты какую-то отрасль сельского хозяйства там просубсидировал, это меняет структуру, перевес вообще всего, в общем, сельского хозяйства. Там уменьшил производство кормов, там, ну, любой культуры, которая идет, как кормовая культура. Это не только то, что уменьшилась вот эта сфера, а теперь идет баланс же и в животноводстве. Ну, в общем, это баланс. За одну ниточку потянул, все остальные перекосились. И там надо видеть абсолютно другую картину. Поэтому, вот, когда-то еще древние греки говорили, государством должен управлять философом. Ну, нынче философы, это все визионеры. Хорошо бы вот иметь эту цель, да, о чем я только что недавно говорил. То есть, философ не помешает. Но плюс еще, которые делают реальный робот, они должны понимать, что они делают. Это тоже абсолютно будет только на пользу. А что бы вы сегодня изменили, вот, скажем, в налогах, да, вот, в регулировании налогообложения экономики? Вот, какие нужны сегодня законы, по-вашему, чтобы, ну, изменилось что-то к лучшему в Эстонии? Так, ну, это опять-таки, как гражданин, я бы очень многое, что поменял, конечно, и, надеюсь, будет меняться к лучшему. Но, как экономист, в первую очередь, я тебя спрашиваю, а какая цель? Вот, какая цель? Ну, понятно, что цель всех партий... Благосостояние, благосостояние народа Эстонии. Какого народа, каких групп? Ну, бедных. Ага, ясно, вот, из этого надо исходить, потому что, если мы говорим всего народа населения, такого не бывает. То здесь возможность только одна. Если вы сидите на каком-то ресурсе, и он у вас, любой ресурс, интеллектуальный ресурс, даже нефтяная игла, да, арабские страны, вот здесь они могут, там, взять вот часть нефтяных денег и переложить куда надо. В Эстонии такого ресурса, к сожалению, нет. В таком случае, что, если мы хотим, чтобы, так сказать, подтягивалось снизу, то уже надо менять баланс налогов, да. Ну, говорят много о прогрессивной шкале, которые, так сказать, все цивилизованные страны, которые вот успешны, Финляндия, Швеция и так далее, у них вот прогрессивная шкала. На самом деле, ну, сколько это спасает? Подоходный налог – это маленькая часть госбюджета. То есть, там нет такого, что несколько богачей заплатили налог, и вот все живут уже хорошо. Такого, в принципе, быть не может. Социальный налог – это налог, скажем, он такой специфический, он целевой, идет на социальные расходы. Это самый большой доход вообще госбюджета, но это и самый большой расход госбюджета. Так что тут мы ничего поделать не можем. Следующая статья – это налог с оборота. Его трогать, в принципе, не целесообразно. Что можно сделать? Потому что, в конце концов, если мы говорим о качестве и уровне жизни населения, и мы хотим подтянуть, так сказать, вот эту нижнюю децилу, или, ну, скажем, в Эстонии, там, может, пять или шесть нижней децилу, то, в принципе, нам надо посмотреть на покупательскую способность. Повышать покупательскую способность. Ну, ее иначе не повысишь, чем либо снизишь цены на продукты, либо поднимешь зарплату. Зарплату регулировать в Эстонии, ну, минималку можно поднимать, да, они уже и так подняли чуть-чуть, но можно поднимать дальше. Можно снизить налог с оборотов. Но опять налог с оборотов, так как это самая большая статья дохода после всех социальных этих налогов, то надо смотреть, чем мы это компенсируем. Это тоже еще большой вопрос. Потому что если чуть-чуть снизить, там эффект будет очень большой. Теперь, если мы снижаем, что происходит? Люди начинают больше потреблять. То есть через потребление государство начинает, вот, моторчик экономический заводится, да. У людей начинает оставаться какая-то денежка. Больше они не съедят, чем они вот до сих пор ели. Ну, может, чуть-чуть подороже, там, купят продуктов. Ну, одежду, там, может, какую-то брендовую возьмут. В принципе, как-то моторчик заводится. Часть будет экономиться. Эта часть, которая экономится, опять через банки войдет в обращение. То есть экономика начинает оживляться, начинает внутреннее потребление. Вот в Сцене очень маленькое внутреннее потребление. Люди под кредитами уже в долгах, как в шелках. И надо это как-то возобновлять. Но, опять-таки, очень осторожно, потому что до нуля мы тоже не можем пустить. Иначе Европа скажет, ну, товарищ, у вас там вообще налоговый рай. Можно дифферсифицировать, подумать об этом. Ну, у нас уже дифферсификация идет. Там, типа, там, на учебнике один налог с оборота, на книжке про любовь другой налог с оборота. Можно, как в Канаде, сделать. Там часть товаров такого базовых товаров массового потребления, какая-то еда там, она с меньшей ставкой, часть с большей ставкой. Вот здесь надо уже в таком случае переигрывать. Ну, ясно то, что надо менять эту налоговую базу. Надо менять, видимо, какое-то загадодательство, что касается, там, каких-то выплат. Ну, в общем, здесь надо действительно, если подтягивать низы, это опять надо это делать. Такой же вопрос, такая же проблема, как вот система эсена-коза-молоко. Система не настолько проста, потому что где угодно мы потянем, поедет все остальное. Вот много говорят о том, что Эстония это вообще страна чуть ли не отмывания денег, корпоративного налога, подоходного, вернее, налога на доход предприятия у нас нету, надо вводить. Ну, в принципе, надо. Не помешал бы дополнительный источник, тогда можно вот все эти... Люди у нас очень сильно, как бы, под хорошим налогом предприятия, они чувствуют себя вполне комфортно. Но надо бы уравновешивать. Вопрос заключается в том, хорошо, налог сделали, теперь они платят налог этих предприятий. Но это означает, что аттрактивность Эстонии, как инвестиционного такого места, она опять падает. Предприятия закрывают дверцы, уходят. А она и без того падает. Ну, она и без того падает, это понятно. То есть уже все такие не особо приносящие прибыли отраслью от нас уходят, потому что где-то в Болгарии, где-то еще намного дешевле рабочие силы. Ну, а тогда упадет еще. То есть это будет идти перекос, налогов меньше поступает, предприятия закрываются, пособий надо выплачивать больше, и возникает новая проблема. Да, как это все сбалансировать? Надо опять уравновешивать. Потому что деньги откуда-то брать надо. И поэтому вот государство, почему я говорю, что вот эта коза-молоко-система, она как бы слишком проста для того, чтобы управлять государством, надо понимать, вот как все эти вещи работают. Хотели, ну опять, благими намерениями дорога вымощена известно куда. Хотели, как лучше получилось, как получилось. И, ну скажем, сокращение потребления спиртного. Ну, да, давайте акциз им поднимем. Дополнительный доход там на здравоохранение и все такое. Так, что происходит? Акциз поднимается. Там, конечно, есть определенные уровни критические. Выше чего этого делать не надо, это все высчитывается на самом деле. Но поднимается акциз выше, чем это надо делать. В итоге что получается? Люди покупают уже, так сказать, паленую лодку. Теневая доля рынка, она начинает расти. Челноки идут через границу с Россией, все, бутылочки привозят, привозят. Уже в Латвии, на границе с Латвией все эти самые будочки, которые стояли с заколоченными окнами, они уже все процветают. Везде алкогольные магазины. Ну, это полбеды. Это как бы внутреннее потребление, которое у нас и так хилое, оно куда-то в другие места уходит, но падает тот же самый бюджет, потому что, ну, теневая экономика или латыши, они в эстонскую казну, в принципе, денег не платят. Теперь второй вопрос. А финны? В Эстонии приезжает намного больше финнов за сезон, чем в Эстонии живет население. И приезжают они именно закупиться, в том числе алкоголем, потому что алкоголь в Финляндии дорогой. Закупиться алкоголем, продовольствием, сходить в ресторан, потанцевать в ночном клубе, переночевать в отеле, сходить в зоопарк и так далее, и так далее. То есть, а финнам вдруг уже резонно ехать? Нет. Ну, финну в большом таком, в общем счете, без разницы, куда ехать за алкоголем, да, или за продуктами питания. В Эстонию, в Латвию. Ну, как-то Евросоюз един. И это как по цепочке алкогольной все это идет. Там шведы ездят к датчанам, датчан ездят к немцам, но и немцы к полякам. И по цепочке это все канализируется. И, в принципе, что получается? Теряет перевозчик, который перевозит финнов в Эстонию, эти все корабли, люди, которые работают на кораблях, казна налоги недополучает, теряют отели, опять это рабочие места, это налоги, теряют магазины, это оборот, это налоги, это рабочие места, теряют те же самые производители, которые продают в этих магазинах, опять рабочие места, налоги. И, в общем, как-то получается, что хотели как лучше, а система вдруг перекосила. И, не понимая вот этих механизмов, как это происходит, конечно, ну, трудно сориентироваться в государственных делах, и получается так, что здесь заштопали, а порвалось здесь. Здесь заштопали, а вот там уже порвалось. Понятно, понятно, Игорь. А что касается новых идей каких-то, ну, социально-экономических, например, скажем, беспроцентного государственного кредита на строительство жилья? Ну, это такой вопрос скользкий. Во-первых, позволит ли нам Европа, потому что здесь мы вступаем в прямую конкуренцию с банками. Да, иначе бы человек побежал в банк, взял там кредит под какой-то, ну, залог, то же самое, жилье, заложил, банк имеет с него проценты, ну, уже ставки такие, там, 3%, может, 4%, в зависимости от риска. Никто, естественно, под ноль не дает. А государство тут пришло, сказала банкам, товарищи, а вы неправильно себя ведете. И поэтому как-то мы даем людям беспроцентно эти кредиты. Это уже вмешательство в рынок. Даже коммерческие учреждения, они, в принципе, не имеют права, по большому счету, давать беспроцентные кредиты. Ну, это тоже был у нас такой популярный способ вывода средств за границу. Беспроцентный кредит. А на сколько лет? А, мы не знаем, на 100. Да, типа там, а через 100 лет эти же самые 100 евро, они будут, может, как сейчас, 10 центов. То есть возвращать будет бессмысленно. Или спишем вообще эти кредиты все. Но выход есть. Это создание кооперативного банка, да? Да, создание кооперативного банка. И под минимальный процент, давай такой символический. Да, когда я говорил про кооператив, что нет смысла зарабатывать прибыль. Да, прибыль, конечно, зарабатывать есть смысл в том объеме, что требуется на развитие этого всего бизнеса, чтобы он был конкурентоспособный с акционерными обществами, со всеми другими бизнесами на рынке. В принципе, да, вот этот банк кооперативный, он может давать там действительно под очень низкие проценты. И тут уже никто ему ничего не скажет, потому что это как бы и заключается в этом задача и идея кооперативного банка. Люди пришли, сложили деньги, выдают займ под какие-то проценты своим, естественно, подешевле своим членам этого кооператива, другим подороже. Если хотите, вступайте в кооператив, тоже вкладывайте. Ну, там логика понятная, да? Это один из выходов. Что касается вот безусловного основного дохода, вы уже сказали, что вот такая гражданская зарплата, она как бы невыгодна для Эстонии, да? В силу существующей модели такого вот неравенства, да? О расслоении общества. Ну, здесь, конечно... Но, в принципе, деньги можно найти, да? Вы считали, что это около 2 миллиардов? Да, если вот мы говорим о гражданской зарплате... В 500 евро. В 500 евро. Ну, может быть, там около 2 миллиардов это надо. Ну, в зависимости, кому мы будем это платить. Там, совершеннолетним, с рождения, до какого-то, там, пока они пенсию не будут получать. То есть, кто попадает под эту зарплату? Если мы будем всем платить, сумма, конечно, немного больше. Но теперь вопрос опять, во-первых, где эти деньги взять? То есть, это даже эти 2 миллиарда 20% годового бюджета надо где-то найти. Ну, безусловно, если мы будем выплачивать, часть будет возвращаться налогами, люди будут потреблять. Там свои, как бы, механизмы, как это все под конец возвращается обратно. Но теперь другой вопрос. Что это сделает с государством? То есть, какой перекос пойдет в экономике? Потому что ясно будет то, что на минималку уже никто работать не захочет. Ну, некоторые захотят, некоторые не очень. Потому что, если раньше получают, там, скажем, 500 евро, и за эти 500 евро они 40 часов в неделю вкалывают, никакого свободного времени, в эти 40 часов не помещается это время, отданное работодателю, то если они хорошо справлялись с этими 500 евро раньше, то, в принципе, теперь они будут его просто получать. Ну, скажем, пенсионеры ходили на работу, да? Они будут его просто получать, и зачем тогда работать? 40 часов в неделю освобождается. А можно пойти на рыбалку, в зоопарк, куда угодно можно пойти, что-нибудь сделать с этими деньгами. То есть, часть людей выбывает с рынка труда. Это значит, что зарплаты начинают подниматься, да? Потому что работников как-то мотивировать-то надо, чтобы все-таки поработать, как, пожалуйста, у нас, иначе работа не сделанная останется. Надо как-то промотивировать, зарплата лезет вверх. Так, теперь, что это делает с конкурентоспособностью? Это значит, что экспорт у нас, ну, цену, тоже ценовой баланс нарушается. Оттуда уже вопросы экспорта, вопросы потребления. В общем, это опять влечет какую-то волну за собой. Вот финны, когда сейчас вводили эту возможность получить гражданскую зарплату, они вводили, во-первых, на ограниченный срок, чтобы посмотреть, что будет происходить с этими людьми, и, во-вторых, на определенную целевую аудиторию. То есть там немного, там не поголовно вся Финляндия, там несколько тысяч людей, они это получают, и вот будут отслеживать, а что же будет происходить. Может быть, наоборот, это даст толчок экономике, потому что люди займутся своим делом любимым, и так далее, это... Безусловно. Это может дать очень сильный толчок, если, вот здесь это большое если, если это грамотно сделать. Потому что, скажем так, там могут быть какие-то дополнительные обязательства, связанные с этой зарплатой. Потому что никто не запрещает договариваться, например, о том, чтобы все люди, которые вот эту зарплату получают, они должны еще там, ну, что угодно, из этой зарплаты отчислять куда-то, в какие-то фонды, в какие-то, ну, пенсионные страхования хотя бы, да, чтобы уменьшить нагрузку будущим на пенсионные. И жить в Эстонии. Да, должны жить в Эстонии, например. Должны быть гражданами Эстонии, либо резидентами Эстонии. Да, ну, при Эй-резидентуре, у нас в таком случае скоро вся Индия будет здесь сидеть, получать пособие. Это прямой путь к банкротству. Нет, именно физически находиться в Эстонии, жить здесь. Да, физически проживать там какое-то время, скажем, как для того, чтобы в Монако сохранить свои привилегии, надо там определенное полгода находиться на территории. Причем это проверяется, это очень сильно проверяется. Отсылается конвертик домой, приходите к нам навстречу. Это можно проверить по счетам за электроэнергию, допустим. Хотя бы счета за электроэнергию проверяются, полиция ходит по домам, стучится, а извините, вы дома, соседи расспрашиваются, когда вы в последний раз видели соседа и так далее. То есть там механизмы есть. То есть не нужно задействовать новых чиновников для этого? Нет, для этого не обязательно. А можно сократить даже и соцслужбы, и кассу страхования от безработицы. Ну, в принципе, по расходу электроэнергии, вот по этим скачкам, которые происходят, можно уже сегодня понимать, человек жарит котлету или читает книгу при свете лампы, да? При свече. При свече, да, вот. Тогда не отследишь. Но мало таких, я надеюсь. И можно с какими-то дополнительными условиями связать. Если человек работает, он получает какую-то долю из этой зарплаты. Если у человека зарплата выше чем, он получает ее как-то по-другому. Там можно часть в накопительную куда-то отправлять. Ну, как-то, в общем, можно это регулировать. И теперь вопрос, если это грамотно сделать, то, естественно, это даст толчок экономике. Потому что потребительская способность, покупательская способность, они же идут вперед. Повысятся. И главное, что это даст людям возможность быть, ну, свободными и счастливыми. И высыпаться, да? И высыпаться. Ну, да, в этом смысле, вот тут много идет дискуссий. И личную жизнь устроить. Потому что тоже много одиноких людей, которые пашут. И времени на то, чтобы там отношения построить. Нет, и так далее. Это в том числе. Ну, вопрос тут, конечно, идет о том, сколько это, насколько это выплата, какое количество денег оптимально. Потому что вот Финляндия сталкивается еще с феноменом, если там определенное количество денег у человека есть, несмотря на то, он работает, не работает. Скажем, если у вас 70% и так капает, то зачем за эти 30% идти куда-то и шачить. Я лучше посижу там на балкончике, почитаю журнальчик. Ну, все равно это все обеспечение как бы... А потребность в самореализации? Ну, здесь две теории, что люди абсолютно ленивые, на них надо нажимать, иначе работать не будут. Либо вот вторая теория, да, что это X и Y, да, что люди на самом деле очень такие трудолюбивые, только дай им возможность поработать, пойдут работать. Ну, видимо, люди разные, я думаю. Есть и такие, есть и такие. Некоторые с удовольствием, поимеют эти самые выгоды системы и не будут ничего делать. Некоторые, может быть, это... Ну, Швейцария вообще решила, что им это не надо, например, потому что там ценности другие, там принципы другие. То есть, может и такое быть. Они хотят просто больше зарабатывать, они и не хотят делиться, и в принципе, они привыкли к такой жизни. Да, они привыкли работать. Пашут и зарабатывают много. Они привыкли работать. Германия тоже привыкли работать. Это страна, ну, такие, не то, что трудоголиков, это как бы звучит не очень хорошо, но таких очень добросовестных тружеников. И там, я думаю, такой вопрос... Ну, для немцев, естественно, это будет равносильно к тому, чтобы кормить всех беженцев и так далее. Они как-то не привыкли жить за счет кого-то. Но это мы видим даже, как они... Они так кормят всю Европу. Да, они кормят с удовольствием всю Европу. И Эстонию в том числе. Ну, на Германии вообще вся европейская экономика держится. И тоже евро держится на Германии. Так что они такие альтруисты-труженики. Они не очень понимают, зачем эта вещь нужна, гражданская зарплата. Опять-таки, какая у нас цель? Возвращаемся. Какая у государства цель? Цель, чтобы люди были счастливыми, чтобы они занимались любимым делом. И чтобы, может быть, ну...